Готова поспорить, что вы ни за что не хотели бы оказаться в пасти у огромного морского существа. Герою нашей сегодняшней подборки повезло там побывать. Это новая двадцатка случаев с животными. Поехали! Вам хоть раз в жизни приходилось видеть морские волны? Вероятно, да. Завораживающее зрелище. А волны из огромной стои прыгающей рыбы? Не хотела бы я оказаться на месте тех стоящих в воде людей. В одном из дендрариумов Флориды родилась очень редкая двухглавая змея-альбинос. Двухголовые змеи – крайне большая редкость. Они рождаются в среднем одна на десять тысяч особей. Следует отметить, что такие змеи, как правило, не рождаются в естественных условиях дикой природы. Широкая крокодилья улыбка и позирующие модели с потрясающими нарядами слились в невероятных подводных снимках. Храбрые девушки, затаив дыхание, столкнулись лицом к лицу с огромными хищниками во время дикой фотоохоты. Но можете не переживать, безопасность моделей была под чутким надзором дайверов. Майк Аквелина, или как его зовут в социальных сетях Аквамайк, известен тем, что ухаживает за редкими рептилиями. В том числе за черепахой-альбиносом по имени Хоуп. Черепашка имеет мягкий панцирь. Во Флориде она вызвала настоящий переполох с ее необычно длинной шеей. Забавно наблюдать за тем, как она передвигается. Крошечная черепаха вытягивает шею к поверхности воды своего аквариума и медленно перебирает задними лапками. В дикой природе взрослые особи оленей чувствуют себя очень уверенно. Обогнать и перепрыгнуть автомобиль для них – сущий пустяк. С фотографом Эваном Уилсоном произошел уникальный случай. На сафари он снимал кадры со слонами, мирно пасущимися неподалеку. Как вдруг, заметив его, стадо решило подойти поближе. Эван замер от удивления и продолжал снимать идущих в его сторону животных. Видимо, слоны подумали, что сейчас самое время исследовать грузовик. В интервью Эван сказал, «Эти невероятные млекопитающие решили пощадить меня в тот день». Несмотря на то, что они имели полное право раздавить меня и перевернуть машину, они не сделали этого. После прошедшего пика популярности реакций кошек на кошачьи маски на лицах хозяев, хозяева собак стали публиковать забавные видеореакции своих питомцев. Собачки крайне шокированы и напуганы новым кошачьим обличьем на лицах их владельцев. Редкие кадры потрясающего белого лося, найденного в Южной Швеции. По словам автора видео, для Швеции лоси очень редкие и уникальные животные. В стране их количество насчитывает около 100 особей. Несмотря на то, что они полностью белые, эти млекопитающие считаются не альбиносами, а пегами. Невероятный случай произошел с семьей в Миннесоте. Когда сын вышел во двор, чтобы забрать письма из почтового ящика, откуда ни возьмись, к нему начал приближаться олень. Отец быстро схватил телефон и включил камеру. Заблудший олененок был голодный и отчаянно слонялся по городу в поисках еды. Приехавшая подруга сына бесстрашно погладила необычного гостя. А олень быстро сориентировался, засунул голову в машину и начал жевать картошку фри. По словам ребят, это была незабываемая встреча с лесным другом. Любите гулять со своими животными? А как вам такая прогулочка с большим белым бенгальским тигром по кличке Локо? Впечатляет, не правда ли? Этот тигренок очень любит купаться, поэтому, когда девушка Тони приехала к нему в гости, они тут же отправились в бассейн. Локо довольно уверенно чувствует себя в воде. Он хорошо плавает и отлично ныряет. А на этом видео любительница животных проводит водные процедуры уже со слоном. Этот серый красавец бережно катает ее на спине и нежно обнимает ее под водой своим хоботом. Если вы все еще сомневаетесь в ее любви к нашим меньшим братьям, то вот вам еще одно видео. Тут в качестве партнеров по бассейну она выбрала пару очаровательных шимпанзе, Тони настолько трепетно относится к каждому животному, что порой кажется, что они готовы расцеловать ее за бескрайнюю заботу и любовь. Акулы – одни из самых свирепых хищников на Земле. Представьте, каково это – оказаться лицом к лицу на расстоянии вытянутой руки со зловещими рыбами. Морской биолог, 26-летняя Лиззи Дейли изучает дикую природу во всем мире. В пилотном эпизоде своего шоу о дикой природе Лиззи отправилась на Багамы, в самый центр заповедника, чтобы узнать, в каких отношениях состоят человек и акула. Подумать только, насколько нужно быть смелым человеком, чтобы сознательно на такое согласиться. По словам Лиззи, это как наркотик. Она настолько обожает дикий животный мир, что попросту не может прекратить изучать природу нашей планеты. Поразительное сходство этого волкодава с лютоволком из сериала «Игра престолов» привело к тому, что это стало вирусной сенсацией. Все это благодаря сочетанию ДНК серого волка, сибирской хаски и немецкой овчарки. Неудивительно, что гигантская Юки привлекла внимание людей по всему миру. Слава Юки, собравшая более 40 тысяч подписчиков в Инстаграм, связана с фотографией, сделанной волонтером во Флориде. Эта огромная собака-волк в настоящее время весит целых 120 фунтов. Когда Юки была щенком, хозяева взяли ее из приюта, где прежние владельцы оставили ее еще совсем маленькую из-за того, что она проявляла больше наклонностей волков, а не собак. В новой семье эта собачка чувствует себя превосходно и каждый день радуется жизни. У побережья Южной Африки произошел крайне неожиданный случай. Фотограф Райнер Шимпф со своей командой занимался подводной съемкой в 25 милях от берега. В тот день условия для съемки были идеальными. Однако, когда море стало бушевать, команда заподозрила неладное. На огромную стаю сардин, которую снимал Райнер, клюнул громадный кит-полосатик. Не обращая внимания на нерыбные размеры дайвера, кит проглотил рыбную стаю вместе с фотографом. Подержав добычу во рту и не сумев ее проглотить, кит выплюнул дайвера вместе с рыбой. Им только волю дай, и эти ребята найдут, чем себя развлечь в современно оборудованной квартире. Эта парочка обезьян решила принять душ и как следует друг друга помыть. Очень интересно наблюдать, как они копируют человеческие повадки. Завораживающие кадры невероятных птиц, которые синхронно двигаются в плавном полете и создают многочисленные паттерны в процессе. Несмотря на то, что эти кадры были сняты на планете Земля в Великобритании, чудесный полет стай кажется каким-то инопланетным. Что может гипнотизировать лучше, чем стаи птиц? Только филигранное перемещение по морскому дну косяка рыб полосатого сома. Эти маленькие ребята, как правило, формируют некую группу в виде несовершеннолетних до ста особей, чтобы защитить себя от хищников и самостоятельно жить, когда достигнут половой зрелости. На Гавайях местным ученым была обнаружена морская черепаха, изо всех сил пытающаяся вырваться из расщелины, в которую она несчастно попала из-за сильного прилива. После нескольких дружеских подталкиваний доброго ученого, черепашка была освобождена и поплыла обратно в океан. Никогда еще морской котик не хотел так иметь на своей спине мощные размашистые крылья. А все для того, чтобы догнать хитрого пернатого воришку. Животные крайне удивительные существа. Никогда не знаешь, что они порой могут учудить. Напиши в комментарии, какой случай заставил тебя улыбнуться. И как всегда, ставь лайк, этим ты поможешь вывести видео в топ. Подписывайся на канал и рассказывай о нем своим друзьям. Чем больше фидбэка, тем чаще будут выходить новые ролики. А чтобы их не пропустить, нажимай на колокольчик. Спасибо за просмотр, с вами была Марго, всем пока!